Календарный год Чтобы провести последний день Наверное с друзьями Но для нас это время Время общения Время вспомнить все то, что Господь сделал И не забыть о том, чтобы Знаете, помолиться о том, чтобы Были перемены в нашей жизни Это важно, правда? Нам не надо забывать, что Времена и сроки, они от Господа И мы не в контроле нашей жизни Он в контроле Но всегда надеющий на Господа Не постадится И нам нужно говорить ему Наши желания, наши ожидания То, что мы хотим сделать Возможно, кто-то будет искать В этом году Какие-то сакральные отношения Все-таки Последний день Хануки И Новый год В одно время Может быть, кто-то будет искать Какие-то пророческие действия Вот в данном контексте Но, знаете Я не ищу в этом ничего сакрального Времена есть времена И хочу просто сказать, что Каждый из нас Кто вырос в Советском Союзе Просто привык К этой дате 31 декабря Мы с друзьями Да, да, да Кто-то уже понял, куда я иду Нет, я не пойду в баню Я буду дома И, наверное, засну, как всегда Просто Проснусь завтра утром Новый год Новые передо мной горизонты Новые проблемы Нужно жить И нужно продвигаться дальше Для многих из нас Кто родился в этом Советском Союзе Все как прежнему Встретиться с друзьями Провести хорошо его Знаете, кто-то Проведет это шикарно В этом году Может кто-то сделает Шикарный ужин Пригласит Все гостей, друзей Маму, папу И всех родителей И тещу с тестем А кто-то просто запьет Выпьет стакан газировки И пойдет спать Знаете, этот год Он, наверное, самый интересный для нас Потому что мы проходим трудности Финансовые Экономические Политические Мы не одиноки, конечно, в этом Новом году Не нужно думать Что мы, как в Советском Союзе Только одни мы празднуем Новый год Фактически от Востока до Запада В каждой семье Отмечается Новый год Но он отмечается по-разному И знаете, для меня это тоже важно Мы проведем Старый год Новый встретим Но знаете Какое-то такое состояние Где мы Наверное, должны Больше войти В положение нашего состояния Почему мы это делаем? Для чего? Вы можете спросить А чем Знаменательный Будет этот 2017 год? Скажите У вас есть какое-то Пророческое Видение Следующего года? Я вам скажу честно Я не знаю Что будет завтра Я хочу Отдать это все В руки Божьи И самому Не остаться Знаете, вот Вне Дела Божьего Я хочу Следовать за Богом В том, что Он Делает И исполнять Волю Его Но знаете Ханук Это не просто праздник Потому что Я называю Вообще Вот Хануку Праздником Победы И это так Я думаю Что нам В этот В этот вечер Может быть Нужно вспоминать О том Что произошло Много-много лет назад В Хануку Ханука Это место За что стоит бороться Бороться за Библейские Ценности Ханук Это портрет того Где наша жизнь Преобразовывается И изменяется Когда я говорю о том Что мы должны бороться За библейские ценности Я не имею ввиду Устраивать бунт В честь новых перемен Но хочу подчеркнуть Важность Возрождения Наших отношений С Богом И то Что осквернено То Что может быть Недосмотрено Нами Станет Местом Для нашего Освещения Местом Встречи с Богом Что заставляет Нас вообще бороться За нашу Справедливость Что заставляет Нас Быть независимыми Что Мы имеем Ввиду Когда мы говорим Мы имеем право На счастливую жизнь Право На свободу Вы знаете Когда я думаю Об этом Наверное Слово Которое Приходит ко мне Это Просто удовлетворение Когда мы Чего-то хотим Когда мы добиваемся Каких-то целей Когда мы Приходим К этой цели Мы получаем Удовлетворение В том Что мы получили Что мы хотели Мы перед собой Ставим цели Которых достигаем И когда достигаем Мы хотим Двигаться дальше Знаете Борьба Маковеев Была Непростая борьба Не просто Борьба С язычниками Это было Желание Страстное Желание Восстановить Отношение С Богом Друзья Борьба За место Поклонения Забрать Обратно У врага То место Которое Бог предозначил Для поклонения И встречи с ним Вот что такое Ханука Как часто Мы С вами Похожи На эту ситуацию Как часто Враг Забирает То место Где Должно быть Место Поклонения Пред Богом И стоит ли нам Бороться за это Стоит ли нам Возвращаться И освещать То место Где у нас Были раньше Хорошие отношения С Богом Я еще раз повторюсь Что это борьба За право Поклонения Ханука Это право На поклонение Когда Окружающий Нас мир Который Мы позволяем Нас Осквернить Делает Нас Грязными Недоступными Жестокими Может быть Небратолюбивыми Стоит ли нам Возвратиться Обратно И бороться Конкретно Бороться Чтобы Отобрать У врага На то Что по праву Принадлежит нам Как любимым И избранным Детям Божьим Сафония Говорит Вторая глава Первый стих Исследуйте себя Исследуйте Внимательно Исследуйте Себя Народ Необузданный Почему Говорю Необузданный Мы Все-таки Имеем Собственную Волю Мы Внутри Нас Имеем То чувство Что мы Делаем То что Мы хотим Сделать Чаще Всего На 90% То что мы Делаем То что мы Хотим Сделать Мы Склоняемся К тому что Это воля Божья Но я хочу Вам сказать Не все то что мы Хотим Является волей Божьей Когда нам Кажется Что наше Внутреннее Состояние Удовлетворяет Нас Нам нужно Всегда Помнить Что В этом мире Существуют Враги Которые Хотят Поглотить Нас Изменить Нас И то что Мы считали Местом Поклонения Богу Сделать Из него Местом Оскверненным И Богу Неугонна Такая жизнь Послание К евреям 12 глава 4 стих Вы еще Не до конца Сражались Подвижавшись Против Греха Запустения Как часто В нашей жизни Это бывает Как часто Мы допускаем Состояние Холодности С Богом Когда Бог От нас Требует Большое Изменение Сегодня Говорю о том Что люди Вернулись В храм Для того Чтобы Там Совершить Поклонение Они Клали Свою Жизнь Рисковали Собственной Жизнью Для того Чтобы Вернуть В правильное Положение То место Которое Бог Избрал Мы С вами Вообще Творение Духовное Мы Всегда Ищем Всегда Мы Ищем Отношений С Богом Я Уже Повторял Прошлый Раз На Шибате Что Мы Ищем Поклонение Мы Ищем Отношения С Богом Нам Хочется Знать Будущее Важно Для всех Нас Понимать Что Мы Родились Поклонниками Вот Духовно Если Мы В реальности Даже Человек Если Он не Рожден Свыше И У него Есть Вещи Которые Он Поклоняется То ли Это Может Быть Золото Серебро Богатство Позиция Положение Семья Это Может Быть Что Угодно Сегодня Не Стоит Вопрос О том Поклонники Или Мы Вообще Даже Этот Вопрос Не Стоит Мы Действительно Даже Не Можем Говорить О том Поклонники Или Нет Мы Поклонники Априори То есть О конечном Своей цели Бог Поставил Что Мы Поклонники Но Вопрос Стоит Кому И Чему Мы Кланяемся Где Наше Поклонение Я Сегодня Хочу Говорить Об этом Ханука Это фактически То место Где Народ Божий Пришел И осветил Это место Для того Чтобы Там Принести Поклонение Свое Потому что Поклонение Это не только Песнопение Хотя Песни Являются Частью Богослужения Мы Люди И мы Должны Воспевать Богу Хвалу Мы Иногда Поем Но Не Поклоняемся Это Часто У нас Получается Очень Хорошо Между Прочем Мы Поем Мы Славим Бога А мысли Где-то В другом Месте Поэтому Я хочу Говорить О том Что Поклонение Это Невероятно Только Песни Это Состояние Превозношение Бога Является Только Частью Поклонения Когда Мы Говорим Слава Хвала Честь Тебе Величие Но Я хочу Вам Сказать Одну Простую Вещь Бог Нас Не Созидал Или Не Творил Для Того Чтобы Мы Его Славили Скажите Подожди Секунду Что-то Вы Загнули Через Чуть Далеко Еще Повторю Бог Не Творил Нас Для Цели Чтобы Мы Славили Его Для Этого У Него Были Есть И Будут Ангелы Которые Восхваляют Его День И Ночь Говорящие Свят Свят Господь Сава Вы Скажите А А А А А А А А Может Может Те Которые Отпали Третья Часть Может Мы Заменили их Друзья Услышьте Услышьте Меня Пожалуйста Мы Думаем Третья Часть Упала Поэтому Бог Создал Человека Чтобы Пополнить Ряды Ангельского Пения Друзья Мы Неправильно Понимаем Суть Нашего Творения Для Чего Бог Сотворил Нас Бог Сотворил Человека Чтобы Иметь Общение И Что-то Сделать То Чему Ангелы Не Способны Они Способны Славить Хвалить Бога Третья Часть Хотя Осталось Две Третьи Части Сколько Это Мало Или Много Написано Например Я Ангелам Твоим Заповедовал Хранить Тебя На Пути Твоем Да Это Кому Говорится Человеку Да Откажите Пожалуйста Если Нас Будет Так Много Как 6 Миллиардов Это Мало Или Много Это Какая Часть Из Ангелов Будет Служить А Например Шо Говорит Если Я Хотел Я Умолил Отца И Послал Сколько Легионов 12 Как Много Это Вы Знаете Нет Не Считали Никогда Это 75 Тысяч Просто Хотел И Попросил Когда Мы Думаем Что Мы Каким То Образ Должны Заменить Или Поддержать Пение Ангелов Мы Немножко Ошибаемся Вы Спросите Меня Зачем Вообще Это Нужно Я Вам Скажу Ангелы Не Способны Принимать И Отдавать Любовь Бог Есть Любовь И Он Излился В Наши Сердца Духом Святым Чтобы Мы Могли Принимать Его Любовь И Отвечать Тем Же Ему Богу Любовью К Нему Мы Сотворены Чтобы Любить И Отдавать Эту Любовь Принимать От Друг Друга И От Бога Ту Божью Любовь И Отдавать Ее В этом Заключается И Поклонение Поклонение Это Выразительное Любовь К тому Кто Нас Создал Посему Словословие Пение Хвала Предложащие Ангелам Мы поддерживаем Мы также Славим Часть Нашего Служения Но Но В сути Когда Мы Говорим О Поклонении Богу Поклонение Ему Со стороны Человека Которого Он Создал Заключается Все В принятии И отдаче Той любви Которую Он Дал Нам Как я Уже Сказал Ангелы Не способны Любить Они Суть Духи Они Духи Которые Служат Нам Поклонение В библейском Понимании Это Выразительная Любовь Тому Кто Нас Создал Поклоняться Значит Любить Поклоняться Значит Любить Первое Чему Хочу Вас Можно Сегодня Дать Вам Совет Поклонение Не просто Это Выбор Это Решительное Чувство Которое Мы Выражаем К нашему Богу Интересно Может Ли Бог Нас Заставит Любить И Любить Его Ведь В Писании Есть Что-то Особенное Я хочу Вам Показать Что Бог Приказывает Наказывает Повелевает Его Любить Это Странно Звучит Может Ли Бог Заставить Кого-то Любить Вернее Любить Себя Кого-то Заставить Себя Любить А Я Вам Несколько Дам Писание Которое Вы увидите Что Бог Он Наказывает Он Приказывает Нам Его Любить Родносильно В семье Если Ты хочешь Жениться То Ты должен Что Любить Свою Половину Кто Хочет Жениться Должен Любить Свою Половину Правда Или Не Должен Должен Но Эта Любовь Именно Наш Выбор Мы Выбираем Любить Понимаете Да Тоже Некоторый Выбор Наш Любви Мы не Можем Любить Всех Под Одну Любовь Мы Выбираем Любить И Вашим Наверное Для Вашего Благоуспешного Брака Нужно Проявлять Эту Любовь Нужно Ее Являть Нужно Правильно Делать Выбор Куда И Что Любить Бог Приказывает Мы Зачитаем Несколько Стихов Писания Которые Мы Будем Строить Нашу Проповедь Или Мою Проповедь К вам Второзаконие 11 Глава 1 Стих Итак Люби Господа Вы видите Здесь Как бы Какой-то Выбор Если захочешь Полюби Его Здесь Приказ В этих Словах Бог Обращается К народу И говорит У тебя Нет Другого Выхода Нет Другого Выбора Люби Господа Бога Твоего И Соблюдаешь Что Он Повел Им Соблюдать Постановление Его И законы Его И заповеди Его Во все Дни 13 Стих 11 Главы Второзаконие Если вы будете Слушать Заповеди Мои Которую Заповедую Вам Сегодня Сегодня Заповеди Какая Сегодня Заповедь Бог Дает Любить Господа Бога Вашего И служить Ему От всего Сердца Вашего И От всей Души Вашей Мы Когда Говорим О поклонении Почему Я говорю Об этом Если Ханука Является Той Борьбой За Местом Поклонения Где Мы Должны Принестись Хвалу И поклонение Мы Должны Принести Жертвы Где Мы Всей Своей Жизнью Хотели Это Добиться То Это Только Из-за Любви К Богу Насколько Нужно Было Любить Бога Любить Его Место Где Он Избрал Место Поклонения Приносить Ему Жертвы Настолько Нужно Было Так Любить Его Что Можно Было Сражаться Услышьте Часто Мы Не Сражаемся За то Место Где У нас Есть Встреча С Богом И Ханука Напоминает Нам Об Это Это Ту же Идею О Любви К Богу Мы Можем Увидеть Не Только В Ветхом Завете Не Только В Танахе Мы Также Можем Заметить Это В Брихаташа Матфея 22 Говорит 35 36 37 38 Стих Один Из них Законник Услыша Его Спросил Говоря Учитель Какая Наибольшая Заповедь Закония Ишуа Сказал Ему Возлюби Вот здесь Вот слово Возлюби А здесь Наоборот Говорится Люби Господа Бога Твоего Всем Сердцем Твоим Всей Душой Твоей И всем Разумением Твоим Сияясь Первая И Наибольшая Заповедь Друзья Мы Иногда Смазываем Отношения Наши С Богом И говорим Как некий Выбор Мы хотим И не хотим Нам нравится Или не нравится Но у Бога Есть Предложение К нам Люби Меня И я Покажу Тебе Недоступное Невозможное Но ты Люби Меня Выражая Это всей Своей Жизнью Нам Велено Любить Бога Ну как Любить Того Которого Мы Не знаем Как Любить Того Которого Мы Не О Котором Мы Не Слышим В тот Момент Друзья Что Такое Любовь Вот Именно Божья Любовь В тот Момент Когда Мы Где-то Встретили Человек Который Благовествует Или Мы Пришли На Собрание Мы Услышали Слово Откровение Которое Поселилось В нашем Сердце И мы Глубоко Раскаялись То есть Совершили Шуву Принимая Его Присутствие Жизни В этот Момент Это Божья Любовь Она Изливается В нашем Сердце И мы Расплавляемся Мы чувствуем Себя Грешниками Но Возлюбленными Другими словами Мы чувствуем Что Бог Полюбил Меня Так Сильно Что Он Дал Сына Своего Что Он Умер За Меня И Благодаря Его Смерти Мы Были Искуплены Я Я Не знаю Как вы Переживаете Но Каждый раз Когда Я Понимаю О том Что Бог Совершил Больше Чем Я могу Ожидать Что за Меня Кто-то Умер На Голговском Кресте И То Кто Умер Да Он Не требует Многого Он Требует Веры Что Через Его Крест Его Страдания Достаточно Чтобы Простить Мои Грехи Без Пролития Крови Нет Прощения И если Мы Сознаем Это В этот Момент Дух Святой Он Изливается В наше Сердце И мы Переживаем Эту Необъемлемую Любовь Бога Нашей Жизни Во второзаконе 30 главе 6 стих И Говорит о том Что В нашем Сердце Произойдет Изменение Именно Любовь Будет Находиться В нашем Состоянии В нашем Сердце И мы Изменимся И обрежет Господь Бог Твое Сердце Твое И Сердце Потомства Твоего Для чего Он Должен Это Сделать Для Какой Причины Он Должен Изменить Твое Сердце Чтобы Ты Любил Господа Бога Твоего От Всего Сердца Твоего От Сей Души Твоей Дабы Жить Тебе Вот Этот Момент Когда Мы Переживаем Что То Любовь Божия Изливается В наше Сердце И Мы Способны Любить Бога Мы Способны Любить Его Как Многие Из нас Пройдя Многий Путь Встречается На собраниях Многих Людей Которые Не Так Славят Бога Как Может быть их жизнь по другому И вы думаете Как бы я хотел Чтобы Так же Любить Бога Как Они Любят Смотря на свою жизнь Вы думаете Я Недостаточно Вот Настолько Люблю Бога Как Они Они Жертвуют Всем Они Готовы Ехать Благовествовать Вот Это Любовь Богу Кто Из Вас Вот Так Немножко По Христиански По верующему Завидовал Людям Некоторые Ну все остальные У нас Праведники У нас Иногда Происходит Такое Состояние Но мы Смотрим На людей Думаем Вау Вот Они Мне 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 Не 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 Знаете Я Вам Скажу Нечто О Любви Любовь Нельзя Спрятать За Каменной Стеной Или В каком-то Горшке Который Запечатан И все Любовь Имеет Способность Мы Говорим Истекать Переполнять Нас И Вытекать Из нас Это Первое То Что мы Видим Но Также Любовь Имеет Чувство Такое Как Знаете Раненое Сердце То есть Сердце Которое Изливается Горечью И Состоянием Наверное Неудовлетворения Враг Всегда Хочет Радить Нас Через Взаимоотношения Через Обстоятельства И у нас Есть Нечто Что Вытекает Из этого Сердца Обида На Бога На людей Нам Нужно Смотреть Что Истекает Из нашего Сердца Поэтому Буду Говорить Сердце Оно Ранимо Вторая Часть О сердце О любви Которая В сердце Это Возрастая Любовь Возрастает В нашем Сердце Невозможно Иметь Любовь Просто Вот Знаете Которая Не имеет Выражения И возрастания Например Дети Когда рождаются Вы берете Его в руки И ты понимаешь Что Фух Это Чувство Любви К ним Оно Переполняет И кажется Большего Ты ничего Не можешь Ему дать Правда Вот Как бы Вся Любовь Выражается В этом Ребенке В твоих Чувствах Этих Этих детей Ты воспитываешь И Ты не хочешь Их видеть Да Потому что Достали тебя Да Но приходит Момент Что ты Возрастаешь Возрастаешь В любви К нему Ты любишь Любил его Когда он родился А ты любишь Когда он Начинает ходить Когда он Начинает Говорить Когда он Начинает Пошел В школу И так далее Это Любовь Она Возрастает Поэтому Любовь К Богу Или Божья Любовь Она Также Возрастает Поклонение Это Действие Поклонение Это Действие Я вам Скажу Так что Поклонение Если она Любовь Если она Невыразительная Любовь Не есть Поклонение Если иногда Мы выражаем Что-то Но не имеем Любви Тоже Это Непоклонение Любовь Должна Иметь Проявление Она Проявляется Каким-то Образом Тоже На Обыкновенном Семейных Разговорах Поговорим о Семье Друзья Если вы Говорите Своей жене Что вы Любите И через 30 лет Если что-то Изменится Я тебе Об этом Скажу И не Выражая Эту Любовь Не Выражая Ее В подарках В отношениях В словах В поведении Да То В вашем Браке Есть много Проблем Тогда Друзья Можно задать Вопрос А вообще-то У него Или у нее Есть Вообще Любовь Если Эта Любовь Есть Семье В отношениях Тогда Она Как бы Ты Не Хотел Она Должна Проявиться Проявиться И в этом Все-таки Вот Выражение Любви Бог Говорит О нас В наших Замоотношениях С Ним Как о семье И сравнивает Это В послании Якова Чтобы мы Смотрели на Все Если мы Говорим Что мы Любим Бога Без Проявления Любви Тогда Мы Наверное Мы Обманываемся Мы На самом деле Не поклоняемся Мы Когда Выражаем Свою Любовь Не просто В пении Я не говорю Сейчас За пение И вот Танцы И все Остальное Я говорю О том Что Когда Мы Любим Бога Мы Готовы Идти Второй Путь Когда У нас Забирают Верхнюю Одежду Отдай Им Рубаху Потому Что Любовь Богу Выражается И так же Любовь К ближнему Твоему Мы Не можем Сказать Что мы Бога Любим А человека Ненавидим Поэтому Мы Проявляя Любви Свою Проявляя Свою Любовь Через Служение Через Общение С друг Другой Домашние Группы Евангелизация Мы Выражаем Эту Любовь К Богу И это Является Поклонением Все О чем Я говорю Это То Что Должно Быть Место В нашей Жизни Когда мы Проявляем Эту Божью Любовь Есть одно Местописание Которое Немногие Замечают Но Оно Очень Интересно Я Когда Делал Исследование Пишу Работу Моя работа Насчет Вавилона Секретизм И так далее Уже говорил И я Начал Читать Откуда Пришло В мир Вообще И дало Поклонство Вообще Прочитывая Я Начал После Ноя Свои Исследования Но Когда я Читал Одно Местописание Я Был Потрясений Потому что Я раньше Этого Не замечал Читаешь Иногда Писание И ты Пропускаешь Некоторые Вечи Одно Местописание Которое Меня Впечатлило Это Бытие 4 глава 25 и 26 стих Познал Адам Еще Еву Жену Свою И она Родила Сына Нарекла Ему Имя Сиф Потому что Говорила Бог Положил Мне Другое Семя Вместо Авеля Которого Бил Каин У Сифа Также Родился Сын И он Нарек Ему Имя Енос Тогда Начали Призывать Имя Господне И когда Я прочитал Вот тогда Начали Призывать Имя Господне Что Это Значит Что Это Значит До Этого Не призывали Или Не знали Бога Фактически В других Местах Другой Перевод Говорит С того Времени Начали Зывать Имя Господа Как бы Призывая Как Поклонение А что Было До Этого Я Немножко Объясню Что Было До Этого До Этого Было Две Две Ситуации Одна Ситуация Которая Была В Саду Эдемском Где Общение Человека С Богом Было Обоюдным Где Отношения С Ним Были Дружеские Где Бог Благовлил Человеку В Прохладе Дня Бог Общался С Человеком Выражая Свою Любовь И Человек Выражал Свою До Грехопадения Во Время Грехопадения И до Этого Времени Где Написано Что Они Начали Взывать К Имени Господню Что То Произошло Инициатором Разговора Всегда Был Бог После Грехопадения До Этого Времени Где Написано Что С Того Времени Начали Зывать Призывать Имя Господне инициатором разговора был всегда Бог. И это вот односторонний ответ. Что ты сделал? Жену, которую ты мне дал? Разве я тебе не говорил? Ну, произошло. Где брат твой? Другими словами, человек разорвал эти отношения. Грех разорвал эти отношения. Вот с этого момента что-то происходит, когда люди начинают взывать к Богу. Если мы думаем, что это как бы временное состояние было, потому что мы живем все-таки максимум там, если привозишь из крепости 80-90 лет, да, то, хотя желают все 120, желательно бы, но не происходит. Для нас вот этот момент очень как бы непонятный. Как долго это было? Как долго человек был односторонним таким ответчиком? С одной стороны, пришло отношение с Богом, обращение Бога, а с человека не было. Как долго? Как вы думаете? Не знаю, потому что для нас очень легко. Не было сына, родился сын, у сына родился еще сын, с того момента начали взывать к Богу. Если взять во внимание то, что люди жили под 900 лет, да, вот так, просто 900 лет, ну там 100 туда, 100 сюда. Представляете, не иметь отношения с Богом 200-300 лет, а может и больше. Что-то происходило в этом мире, где Бог человеку давал возможность прийти к Нему. Мое личное пожелание вообще для нас всех, это, чтобы мы изменили свое отношение с Богом. На Хануку, чтобы мы посмотрели на Хануку, как страстное желание вернуть место поклонения, место взаимоотношения с Богом. Рискуя собственной жизнью, люди это делали. Насколько мы этого хотим. Насколько мы страстны иметь общение с Богом. Знаете, есть большая разница между мужчиной и женщиной. Чаще всего мы видим сестер, которые в хороводах, в танцах, где своих братьев есть. Мужчины, они как бы немножко по-другому сделаны, можно сказать. Женщины более эмоциональные, они больше экспрессивные. Мужчины, хотя экспрессивные в своем гневе, но мы сдержаны в своих эмоциях. Мы пытаемся, пока кипит внутри огонь, нужно пытаться затушить, пока если бой вырвется, уже пожар. Мы по-разному сотворены в состоянии. Мое желание, чтобы мужчины могли раскрываться в своем поклонении, не только в песнях, могли служить спокойно, могли выражать свое поклонение и в доме, быть священниками, быть людьми, которые ведут наши семьи, нашу общину, наш народ к тому, чтобы иметь отношение с Богом. отношение или поклонение мужчинам вообще дается чуть-чуть сложнее, чем женщинам. Поэтому больше женщин можно сказать на сцене, нежели мужчин. Мы немножко скромны. Женщины, как я сказал уже, они очень эмоциональные. И они вообще передают и учатся информации, которые они имеют, простыми вещами. Например, девушки учатся и передают информацию через общение. То есть имеется в виду говори и слушай. Говори и слушай. Замечаете, да? Они слушают и говорят, слушают и говорят, слушают и говорят. Мужчины мы запрограммировали немножко по-другому. Мы учимся через смотри и делай. Смотри и делай. Вы скажете, ну как же так, ну как бы так, вот такая большая разница. Конечно, друзья, вот вы заметите, что мужчины почему не такие неговорливые, да? Если часть, когда уже встречаются с таких, которые болтают языком, думают, лучше бы ты молчал. Мужчины больше внутри переживают, как это сделать правильно и повторяют. Например, из Ишуа. 12 учеников Ишуа вот все свое служение, он говорит, о том, что вы видите у меня то, что я делаю, делайте вы. Вот, я посылаю вас, вот те практически, то, что вы видели у меня происходит на служении, делайте вы. Многие из вас скажут, много, но ведь Ишуа говорил притчами, много говорил притчами, ну, потому что там были женщины. Нормально, да? Ну, то есть, нормально. Я скажу, почему, я скажу, почему, я скажу вам реакцию. когда Ишуа говорил все притчи, после чуть ли не каждой притчи, что делали ученики? Нет, они говорили, а шо это значит? Никто из сестер не спрашивает, потому что им нравилось, говори, говори. Мы слушаем, ты говоришь, а потом мы говорим, ты слушай. Ну, да, после, а вот мужчины слушают, 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 потом говорят, а шо это значит? У них больше практически. Петр видит Ишуа, идет по воде и говорит, я пошел тоже, можно? Пошел. Практически, другими словами, для нас, мужчин, даже выразить поклонение для нас имеет большие сложности. Выразить его. Я прошу, друзья, мы должны сделать нечто в своей жизни и изменить. Вы думаете, что мужчины глухонемые вообще, да? Нет. Но как только ты затронешь сферу его увлечения, как только затронешь сферу его страсти, его хобби, и ты понимаешь, что мужика понесло. Вы понимаете, чем я говорю? Где наша страсть? К чему привязана наша жизнь? Где мы находим это утешение? Макавеи поняли, что их страсть поклонение, поэтому принимая все действия, все желание победить вот этот может быть эгоизм, может быть то, что давало им язычество победить и вернуться к Богу было их страстью, их любовью. По сфере своей деятельности мне приходится часто встречаться с молодыми и не очень молодыми парнями, которые влюбляются. И когда они влюбляются, все, что они говорят, это она. И она, и она. Вы смотрите, через время уже подарки несет ей, и никого больше не видит ей принести подарки. Через время просмотришь, он уже и зарплату готова дать. Ухаживание страстное, иногда занудливое чересчур. Да, наши сестры говорят, что ты подцепился от меня наше. Ну да, и вот это страстью. Мужчины из-за любви, выражения своей любви не готовы купить квартиру, машину, одеть, обуть. были времена, войны открывали ради любви, покоряли народы ради любви. Покажи ему его страсть, начни копать, в чем его сущность, да, и он выразит свою любовь или свою страсть явно. И когда Бог говорит люби меня, он призывает нас сделать то, что иногда скажется странным. Мы готовы ради него изменить мир. Ханука, Ханука это борьба за свое место перед Богом для поклонения. Насколько мы готовы сражаться, двигаться вперед, прилагать усилия ради страсти, ради любви, которую имеем мы к Богу. Вообще мужчинам нужна компания. Женщины между собой разговаривают, а мужчинам нам, вот с вами мужики, нужна компания. Мы можем поехать на рыбалку и пару слов переговорил и нормально. мы можем поехать на шашлык, где-то там собраться. Все, что мы говорим, ну, знаете, просто. Сейчас просто микрофон есть у тебя, да? Нету микрофона. Я сделаю небольшую да, возьми, выйди сюда, вводи любой микрофон. Я возьму Олега как пример. Да? Общение мужчины с мужчиной. Да? Готов. готов он. Нет, сейчас включат его, да. Раз. Да. Теперь готов. Да. Я могу сказать, как дела? Нормально. Что нового? Вроде ничего. А у тебя как? Как сказать? друзья, это 99% мужского разговора. я хочу одну вещь показать. Когда мы после вот этих выездов, это все, после этих выездов, где-то мы где-то на конференции, или это еще где-то, мы с этим багажом нашего разговора, удовольствия, то, что мы пообщались, вот 99%, приезжаем домой, нас спрашивают наши любимые жены, о чем говорили? Ты глазами моргаешь и думаешь, что сказать? Татьяна, что я говорю чаще всего? Ничего. Ни о чем. Не-не, ни о чем. Вообще не говорили. Говорили о чем? Ни о чем. Я говорил об этой поездке с Олегом Щербаковым с Киева. Мы ехали 4 часа или там 5 часов с Киевом Николаев, и я потом его привез к Николаеву, а потом приехал домой. Татьяна меня встречает и говорит, как там, как поездка была с Олегом. Я говорю, слушай, так классно вообще, так было хорошо. О чем мы говорили? Я говорю, я что? Он говорит, что молчали все это время? Я говорю, почти. и вот нас не понять, вот нас не понять, а нам вас не понять, потому что чаще всего, когда мы с женщинами или с нашими женами общаемся, они говорят, и потом самое главное говорит, слушай, что я тебе буду говорить. и ты концентрируешься, потому что мы не понимаем, что такое слушать. Сейчас концентрируешься в том, что она говорит, а потом она говорит, нет, повтори, если скажет, повтори, мы вообще пролетели, а потом говорит, ну скажи что-нибудь об этом, подожди, слушай или говори, вот самое вот это непонятное, потому что мы хотя и по-разному созданы наша страсть, наше желание перед Богом выразить все заключается совсем по-другому. Жены, когда ваши мужья приходят домой, спросите, что ты делал? И мы вам скажем все, что там происходило. Потому что задать вопрос, о чем говорили, не получается. Мужья, когда вы приходите домой и вы готовы с терпением выслушать, не говори ей, не приходи домой и говори, что делала? Чаще всего видят, может быть, что-то неубрано и говорят, что делала? Скажи по-другому, о чем вы говорили? И тогда бери паузу и слушай. Вот тут надо терпение и долго терпение, еще терпение пророка, потому что нужно еще понять, что она сказала. Мы, хотя разные, но я вам скажу, что нас соединяет в Боге эта вот страсть. Что такое любить Бога? Что значит Его любить? Мы все дети одного Отца и нам с вами вверено Царство нашего Отца Небесного. Его место пребывания среди народа, который любит Его, который превозносит Его. Его место словословия посреди народа, который может и хочет прославлять Его в молитве, в служениях, в построении команд, посещении больных, в устроении нашего молитвенного дома. И самое главное, чтобы создать жертвенник Господен. Его нужно созидать. Ради, как я уже говорил, ради Дома Божьего, места поклонения и страстного желания перед Богом Авраама и Иуда Маковей смог сделать восстание, преодолеть армию, очистить храм, сделать собрание, служение, и Бог сделал чудо. А если мы ради нашего личного увлечения с невероятным Богом готовы ли мы с вами делать невозможное и даже иногда самое глупое собираться столько, сколько нужно собираться, молиться столько, сколько нужно молиться. Ханука это поклонение, выраженное страстное поклонение Ханука, отношение с живым Богом, а не местом просто очищения. ты сегодня отвечаешь как Адам и Ева в одностороннем порядке Бог с тобой общается? Или же ты страстно посредством крови Ишуа Мессии примирившись с Богом можешь иметь обоюдное отношение с Ним? И в этот день я хочу вас поздравить с вашей победой. Без Бога мы не можем делать ничего. И в конце нашего собрания сейчас я бы хотел, чтобы мы помолились. Я хотел, чтобы мы, может быть, не только я, может, каждый из вас хотел бы еще раз воздать Богу славу и сказать Ему, насколько мы Его любим. Выражительно. Может быть, переосмыслить некоторые шаги нашей жизни. Может, наше бездействие, которое иногда раздражает нас. Потому что от состояния сердца мы знаем, оно холодное или горячее. От того, как мы вовлечены в дело Божье, говорит о том, где наше сердце. Об этом сердце должна быть любовь выражаемая. Выражаемая, чтобы все это видели. И посему знают, что вы Его ученики, когда вы будете иметь любовь между собою. Это любовь, Божья любовь. И вы знаете, вот в этом последнем песне, которую мы пели, там очень хорошие правильные слова. Не отпускай меня далеко. Привлеки, забери меня ближе к себе. Мы иногда, как люди, я сам, я вам честно говорю, я иногда сам чувствую, что я замотался, что-то происходит, я к этому далеко отошел. И я кричу, Боже, верни меня обратно в то место поклонения, чтобы я мог на самом деле расплавиться перед тобой, чувствовать, что ты мой Бог. ты моя защита, ты мой свет, ты моя Ханука, ты моя победа. И вот эту страстную любовь, я хотел бы, чтобы мы все переживали. Не просто приходили на собрание, если вы даже приходите, подумайте, насколько реальный Бог для вас, и чем Он выражается в вашей жизни. Чем Он выражается в вашей жизни. Я попрошу, чтобы команда наша вышла в поклонение. Видите, как мы даже объявим победителя. Мы могли бы закончить только на победе, победителя, поздравить их, повеселиться, взять пончик и пойти домой. Но это не цель собрания. Это не цель наших отношений с Богом. Наша цель принести Ему наше сердце. Может быть раненое, а может переполнено любовью. Помолиться друг за друга, дать шанс, себе шанс и сказать Хенене вот я. Как сильно я хочу тебя, Боже. Как насколько сильно я верю, что ты мой Бог. люби. И мне нравится это местописание во Второзаконии. Итак, Бог говорит, итак, я сделаю как вывод из всего, что происходило с вами, друзья, мой народ. Итак, люби Господа Бога твоего. Мы сейчас встать в наши ноги, давайте. Если вы никогда не принимали Ишуа личным спасителем и хотите этого сделать, все, что Бог требует, поверить. Поверить, что в этот мир пришел Мессия, обещанный в сверхъестественном. Родился в Ифлиеме иудейском, рос в еврейской семье, был обрезан, ходил на шаббат, знал Тору, был учителем, Мессия. Таких было много, может быть. Но в один момент Он взял на Себя Свою миссию, для которой Он был рожден. Не просто быть Машиихом, вождем народа Израиля. Он взял миссию другую еще, стать искуплением для народа Израиля всего мира. Это тайна, которая для нас иногда непостижима, но возможно ее осуществить, когда мы принимаем, говорим, Господи, если Ты истинный Мессия и умерший на Голубовском кресте, искупив мои грехи, я хочу поверить в это, я хочу, чтобы Ты пришел в мое сердце, я почувствовал эту свободу, свободу от моего греха, свободу выразить свою любовь к моему Богу, обновиться своей жизни, чтобы я не был таким, как я был раньше. Это приглашение ко всем людям, всем нам, всему человечеству, особенно тем, кто никогда-то не переживали, поднимая к Нему наши руки, мы будем сейчас успевать Ему поклонение. И если вам нужно покаяние, если вам нужно примирение с Богом, можете выйти просто вперед. если вы сильно стесняетесь, чтобы никто вас не заметил, возьмите вашего соседа, который возле вас стоит, может, вашего друга, кто вас привел сюда, и скажите, слушай, я хочу такого Бога, я хочу его переживать, хочу знать его, помолись за меня. Амин. Аллилуйя. Ты недалеко, Ты недалеко, Господь. Ты не легенда и не миф, и среди бур и испытаний не оставлял Аминь. Аминь. Свою любовь ко мне, не превзойденную не скромь, еще раз. В твоем присутствии я дома, всегда ты рядом, ты со мной. Меня далеко, ты далеко, не отпускай, не отпускай. Ты ниже меня, еще ближе, сильней, и бегай. Меня далеко, ты далеко, не отпускай. Ты ниже меня, еще ближе, сильней, и бегай. Наша молитва к тебе, и красавица к тебе. Я покойно иду. Вы вслушайте эти слова. В тебе, как в крепости укрою, слова надежды для каждого из нас. И вот по кровам твоих крыльт, это место поклонения пред Богом. За слово я твое держу. Меня далеко, ты далеко, не отпускай. Можем все петь. Ты ниже меня, еще ближе, сильней, и бегай. Меня далеко, ты далеко, не отпускай. Поднимая к тебе наши руки, ты ниже меня, выращая свою любовь, мой Бог, к тебе наши руки, я буду твое тебе. Я твое держу. Ты ниже меня, ты далеко, не отпускай. Ты ниже меня, еще ближе к себе, и бегай. Меня далеко, ты далеко, не отпускай. Ты ближе меня, еще ближе к себе, и бегай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я не буду благословить вас, я говорю, посетить вас. А его посещение – это благословение само по себе. Аминь.